Для короля музыкальных инструментов 19 лет – это младенческий возраст. Старейшие органы Европы служат уже более 500 лет. Сегодня многие из них перестроены на электрические воздухонапорные системы. В Самарской филармонии орган появился в начале третьего тысячелетия и сразу стал фаворитом публики. Тем более, что теперь это инструмент не только баха и франка. Ему подвластны любые музыкальные жанры. Вот, послушайте. Вот таким орган тоже может быть. То есть нежным, ласковым? Конечно, конечно. Здесь 52 голоса. Представляете, 52 разных голоса. У органа репертуар достаточно широкий. Конечно, в нашем представлении орган ассоциируется действительно с музыкой баха, с музыкой духовной. Но я бы хотела сказать, что спектр сочинений, которые звучат на органе, он значительно шире. Словно в подтверждение этих слов, концерт открывает музыка Моцарта в исполнении трио, орган в сопровождении скрипки и альта. Инструмент, в котором кажется, что раскрывается вся вселенная, заменяет целый оркестр. Выходишь играть Моцарта, уже такая знакомая музыка до боли, концертная симфония для скрипки. С оркестром, для скрипки альта с оркестром, но совершенно разные ощущения, что играешь с оркестром и с органом. Немножко даже есть ощущение, что ты больше напоказ. В оркестре ты как-то можешь немножко спрятаться, с органом нет. Но с точки зрения тембровой, конечно, совершенно другие окраски. В зрительном зале видна только часть инструмента. На самом деле он занимает три этажа. Орган – это сложнейший организм, в котором были трех тысяч труб разного диаметра. В крупнейших органах мира их может быть в десять раз больше. И вся эта система требует особенно бережного обращения. А настраивать орган нужно перед каждым концертом. Тогда сочетание звуков будет алгебраически верным. В этом убежден альтист-математик Илья Гоффман. Во-первых, я первый раз играю в с органом. Поэтому такие вот... Знаете, для меня самое большое открытие, что это камерный инструмент. У нас очень тонкие партитуры, которые мы совместно играем. И вот это для меня главное открытие игры с органом. Каждое произведение зрители встречали овации, словно оказавшись в машине времени. Ведь точно так же люди слушали духовную музыку 500 лет назад. Они сегодня слушают оркестровые, джазовые и эстрадные мелодии. И, возможно, так же красиво самарский орган будет звучать еще через столетие. Олег Зверев, Василий Кладашов. События.